В Карачаево-Черкесии продолжается сбор средств для помощи Екатерине Временниковой. Еще летом 2020 года девушки диагностировали четвертую стадию Т-клеточной лимфобластной лимфомы. Она проходила лечение, всеми силами боролась со страшной болезнью, но недавно у девушки случился рецидив. Единственный шанс на выздоровление – трансплантация костного мозга. Донор нашелся в Германии. Сейчас девушка проходит обследование в Санкт-Петербурге перед выездом за границу. Только для лечения ей требуется 23 тысячи евро, не говоря о проживании и питании. Сегодня большая часть денег на лечение уже собрана, но сбор еще открыт. Наш телеканал просит всех, кто может помочь, не оставаться в стороне. Ведь буквально от каждого рубля зависит, справится ли Екатерина со страшной болезнью. С более подробной информацией можно ознакомиться в социальных сетях и по номеру телефона, указанному на экране. Это была моя личная трагедия, которой я не хотела делиться, я не рассказала многим друзьям. Практически никто не знал об этом. Я для себя поставила четкую задачу, как бы мне не было сложно, как бы вообще просто как что ни происходило, я должна буду бороться в любом случае, при любом на складе, потому что у меня есть двое замечательных детей, которым нужна мама. Какое-то время мы справлялись сами, своими силами, до того момента, пока у меня не случился рецидив. Врачи мне сказали, что единственный шанс на мое полное выздоровление – это донорская пересадка костного мозга. И тогда было принято решение обратиться к вам за помощью, потому что самостоятельно мы бы уже просто не справились. Первый сбор закрылся просто молниеносно. Я честно признаюсь, я не ожидала такой поддержки и финансовой, и эмоциональной. Люди настолько поддерживали меня. Правда, я не ожидала этого. Впереди меня ждет тяжелый путь, также тяжелая реабилитация, восстановление. И я надеюсь, те люди, которые меня поддерживают, пройдут этот путь вместе со мной.